Кассета 2 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 А именно для наглядного подтверждения тех двух важных заключений, которые мы должны вывести из изучения медиумических явлений. Мы знаем теперь, что человек может действовать психически за пределами своего тела, может воздействовать на психическую деятельность другого организма и вызывать в нем свои собственные впечатления, мысли, ощущения и, наконец, как бы переноситься к нему в образе. Он может даже действовать физически на неодушевленные предметы на расстоянии. Эта внетелесная деятельность доходит до того, что организм может даже раздваиваться, представляя как бы подобие себя самого, действующее некоторое время независимо от своего прототипа, и обнаруживая при этом несомненные признаки телесности. Таким образом, мы пришли к факту, неслыханному до сих пор, но которому со временем суждено сделать одним из блестящих приобретений антропологической науки. Факт это состоит в том, что физическая и психическая деятельность человека не ограничиваются периферией его тела. Если мы допускаем, что в человеке есть два сознания, одно внешнее нормальное, другое внутреннее, которого нормальный человек не ведает, но который, тем не менее, обладает собственной волей и собственным разумом, что это последнее действует или проявляется не только когда первое усыплено, но даже когда оно находится и в полной деятельности, так что оба сознания действуют хотя и одновременно, но независимо друг от друга. Если далее, внетелесная деятельность человека связана преимущественно с деятельностью внутреннего сознания, ибо вообще эта внетелесная деятельность не подчинена власти внешнего сознания, и подобное внутреннему сознанию может функционировать одновременно с нормальной деятельностью тела и проявляться независимо от него, если наконец это внутреннее сознание располагает средствами воспринятия впечатлений внешнего мира, не прибегая к обычному посредству телесных органов, сверхчувственное зрение и тому подобное, то не должны ли мы заключить из всего этого, что человеческая природа двойственна, что в человеке есть два сознательных друг от друга независимых существа? Правильно я буду сказать, что у человека кроме телесной его природы и внешнего его сознания, есть духовная природа с внутренним сознанием, обращенным в духовный мир, то есть есть дух бессмертный, разумный и свободный, переживающий по смерти свое тело со всеми его силами, необходимыми для земной жизни, и назначенный для вечной жизни со Христом, священник Григорий Дьяченко. Сноска. Существо внешнее обусловлено нормальными функциями нашего тела, и существо внутреннее, неподчиненное условиям телесным, которое может хотеть действовать и воспринимать впечатление помимо тела, что следовательно это тело не есть условия, безусловно необходимые для проявления этого внутреннего существа, и что следовательно это существо по существенности своей совершенно независимо от тела, что если тут и есть некоторая зависимость, то она только случайная, кажущаяся, что тут просто только временное сосуществование. Если так, то с устранением тела внутреннее существо должно сохранить свою независимость. Вот аргументация в пользу паки бытия, которую мы вправе построить на данных, представляемых нам фактами сомнамбулизма и анимизма. Различные случаи телепатии Доктор Дюпрель приводит следующий рассказ доктора Шарпиньона. Сомнамбула, усыпленная в Орлеане, выразила желание перенестись мысльно к своей сестре в Блуа. Достигнув мысленно Менга, она заявила, что видит там некого Жуано, одетого в праздничную одежду. Так как некоторые из присутствующих знали его, то и спросили письменно, не был ли он в указанной сейчас в этом местечке, что тот и подтвердил. Авто сомнамбула, Эс спросила своего брата Готфрида, в то время, когда он собирался уезжать, не желает ли он, чтобы она посетила его. Тот очень хорошо понимая, о каком посещении она говорила, тем не менее не испугался и выразил свое согласие. Тем более, что она обещала, что в этом посещении ничего неприятного быть не может. Спустя некоторое время, когда она однажды была в магнетическом сне, она выразила намерение посетить брата, а спустя некоторое время объявила, что брат заснул в своем кресле. Несколько дней спустя получено было от него письмо, в котором он извещал родителей, что заснув однажды в кресле, он очень явственно увидел свою сестру, которая приблизилась к его креслу, посмотрела на него пристально и затем исчезла. В другой раз она сделала такое же предуведомление доктору Р. Несколько дней спустя, когда он был уже в постели и когда жена со свечей в руке вошла в комнату, неожиданно открылась дверь и Самнамбула в ночном костюме и туфлях вошла в комнату и затем потушила свечу. Доктор Р и его жена не спали и совершенно отчетливо видели призрак. Доктор Р немедленно же написал об этом случае родителям Самнамбула и эти последние удостоверяют, что в данный момент их дождь спала в глубоком магнетическом сне, будучи совершенно подобно безжизненному трупу. Во время последней нашей войны с турками Санкт-Петербургский и Гренадежский короля Фридриха Вильгельма 3-го полк стоял в числе других войск под Плевную. Была тихая осенняя ночь. Войска спали. Спал и герой нашего рассказа подполковник Иван Никитович Тимошенко, бывший в то время заведующим хозяйством в полку. И снится ему оригинальный сон, до того, врезавшийся в его памяти и сделавший на него такое сильное впечатление, что он встал по утру немедленно занес его в свой дневник. Вот этот рассказ, каким его слышали от одного из товарищей покойного полковника Тимошенко. Ивану Никитичу приснилась его старая няня, прожившая в семье его родителей много лет. «Я пришла к тебе простить», сказала старушка, явясь к своему бывшему питомцу. «А давненько мы, няня, с тобой не виделись. Давненько, милый, давненько, ровно четырнадцать лет». «Да, четырнадцать лет прошло с тех пор, как я от вас ушла. Ну, а теперь и совсем ухожу. А пришла я к тебе, чтобы проститься с тобой и сказать тебе, что ровно через четырнадцать лет мы с тобой опять увидимся. Прощай». С этими словами старушка скрылась, а Иван Никитич проснулся весь под впечатлением своего поразительно живого реального сна. Война окончилась. Подполковник Тимошенко уже в чине полковника вернулся в Россию и был сделан командиром четвертого варшавского крепостного батальона. Но время не изгладило впечатление полученного от виденного сна. Он знал, что его бывшая няня жила в Ордатове и послал письмо к ее родственникам, желая узнать, что с нею. В ответ получилось известие о смерти старушки. И по справке в дневнике оказалось, что в тот день, когда она приходила прощаться со своим питомцем, она простилась и с нашим греховным миром. Наступил 1891 год. И вот совершенно здоровый, одаренный, сильным и крепким организмом полковник Тимошенко заболевает и, проболев около двух недель, умирает совершенно неожиданно для своих родных и друзей. Старушка сказала правду, явившись своему воспитаннику в 1877 году, она обещала ему свидеться с ним ровно через 14 лет. И вот в 1891 году Тимошенко уходит в тот же мир, куда ровно 14 лет назад удалилась его старушка-няня. Покойный горячо верил в существование многого такого в природе, чего не в состоянии объяснить ни один мудрец. Некто, господин Брэд, англо-американский торговый агент, живущий в Лейпциге, София Штрасти, дом 14, рассказывает следующую историю о явившемся ему двойнике. Я сидел здесь, чем совершенно один. Брэд одинокий человек. Прислуга ушла за покупками, я расположился в кабинете за столом и считал самую маристическую часть Пиквинского клуба. Было около 10 часов, как вдруг моя кошка, мирно дремавшая у меня на плече, соскосила на пол, вся ощетинившись, как сумасшедшая, бросилась к двери и начала бешено скрестись в нее. Думая, что не мошенники ли забрались ко мне, я вышел в кухню. У очага, наклонившись вперед, уронив руки на колени и вперив грустный взгляд прямо в огонь, сидела женщина в глубоком трауре. Удивленный тем, что она вошла совершенно неслышно, я подошел к ней, чтобы посмотреть, кто она. Женщина повернула ко мне бледное и изможденное лицо. «Что вам угодно?» спросил я. Таинственная гостья встала, не говоря ни слова, не сводя с меня грустного, пристального, как бы молящего взгляда. Она стала отодвигаться к стене все ближе и ближе и, наконец, пропала в стене. Я был изумлен, но страха не чувствовал никакого и стал рассуждать, что могло вызвать это видение. Обед у меня был самый легкий, кроме чая я ничего не пил, а книгу читал такую, что все время смеялся. На следующее утро, когда я пришел на службу, мне подали телеграмму, в конторе забыли мой адрес, и поэтому не переслали депешу ко мне на дом. Думая, что она деловая, я тут же прочел ее. Оказалось, что моя любимая двоюродная сестра, живущая недалеко от Лейпцига, с которой я не виделся почти год, находится при смерти и зовет меня к себе. Я немедленно отправился к ней. Мне отворила дверь племянницы и горько плача рассказала, что мать ее умирает. А вчера дядя, около десяти часов вечера, я думал, что она умрет. Так ей было дурно. Она почти не подавала признаков жизни, ну а потом ей опять, слава богу, стало легче. Я поспешил наверх к сестре. Она лежала при последнем издыхании. Я наклонился над ней и увидел лицо той самой женщины, которая сидела у меня в кухне вчера вечером. Так страшно изменилась моя бедная сестра, что я бы ни за что не узнал ее. Немудренно, что накануне, когда ей было так дурно и когда ее двойник явился мне, я ее не узнал. Она, хотя я была в сознании, но не имела сил сказать мне, что бы то ни было. В этот же вечер бедняжка скончалась на моих руках. Мне известно, пишет господин Сстет, два случая явлений призраков в зеркале. Госпожа Чайльд рассказывает, что будущей семнадцатилетней девушкой она как-то вечером вернулась с прогулки и, сняв шляпу, стала приглаживать волосы перед зеркалом. Вдруг, к ее удивлению и ужасу, она увидела в зеркале через песчо, что на нее пристально смотрит какой-то мужчина. Я быстро обернулась, говорит она, недоумевая, кто мог осмелиться войти в мою спальню и судить о моем изумлении ни души. Сейчас же осмотрела всю комнату под кроватью, в шкапах. Нигде никого. Я спустилась вниз к маме, рассказывая ей о случившемся. Вдруг припомнила, чье лицо я видела в зеркале. Это был брат моей матери, мой дядя, живший в то время в Калькутте. Со следующей же почты мы получили из Индии известие о смерти дяди. Он умер в Калькутте в тот же самый день и в тот же час, разумеется, соблюдая разницу между временем в Индии и Англии, когда я видела его в зеркале. Другой случай сообщен госпожой Гарнер. Моя сестра, рассказывает она, молоденькая девушка, жила в пансионе. Как-то вечером она стояла перед зеркалом и причёсывалась на ночь. Вдруг она видит в зеркале, что позади ее стоит наша мать в рубашке и юбке. «Мама!» воскликнула она, быстро обернувшись. И что же, в комнате никого не было. Недоумевая, почему воображение сыграло с ней такую штуку, так как в данный момент она даже не вспомнила о отсутствующей матери, сестра моя снова принялась за свой туалет. Но не прошло и пяти минут, как она снова увидела в зеркале мать, грустно на нее смотрящую, и когда она оглянулась, та же история. В комнате снова никого не было. Тогда сестра моя страшно перепугалась и побежала в общий двортуар к своим подругам. Все запомнили и записали час этого странного явления. На другой же день она получила телеграмму о смерти матери. Оказалось, что она скончалась в тот самый момент, когда ее призрак явился к ее любимице, дочери. Господин Д. Мэр одной общины в департаменте Приморских Альпов рассказывал мне в 1889 году следующее происшествие, бывшее с его отцом. Однажды вечером его отец, сидя возле камина в своем доме, услышал яростный лай собаки и вместе с тем тяжелые шаги, приближавшиеся к дому. Он подумал, что без сомнения собака лаяла на кого-нибудь подходившего к дому. Как вдруг дверь его комнаты отворилась и в комнату вошел человек, в котором Д. тотчас узнал своего брата, умершего несколько месяцев тому назад. Д. не смей не пошевелиться, не верить своим глазам, сидел неподвижно перед покойником своим братом, который ему сказал, брат, прошу тебя съезди вниз заплатить за пару ботинок, за которые я должен сапожнику Х, живущему в такой-то улице, в таком-то номере. Вслед за тем он исчез, оставив своего брата в состоянии крайнего изумления. Несколько дней спустя Г.Д. отправился в Ниссу, разыскал указанного ему сапожника, который подтвердил, что брат действительно остался ему должным за пару ботинок. обстоятельства раньше совершенно неизвестны для Г.Д. Равно как и существование указанного ему сапожника. Два факта, о которых я хочу рассказать, говорит господин Гупиль, случилось лишь со мной прошлым летом в Тунисе. Однажды вечером часов около десяти я находился в своей комнате в гостинице и был уже в постели. Я еще не спал и прилег на кровать, чтобы немного отдохнуть. Причем на ночном столике горела свеча. Закрыв на мгновение глаза, я отчетливо увидел почтовую карточку открытого письма с несколькими написанными на нем строчками незнакомого мне почерка. Буквы ярко выделялись на темном фоне, и характер почерка и расположение строк очень резко запечатлелись в моей памяти. Мне точно же пришло на мысль, что я не ожидал в это время ни письма, ни тем менее почтовой карточки, и что я не думал до этого времени о чем-нибудь подобном. Желаю вглядеться хорошенько в предоставлявшемся моим взором видение, и прочесть написанное я сделал к тому усилие, но оно стало бледнеть и наконец исчезло. Не значит ли это, что я должен получить открытое письмо, подумал я. С этой мыслью я отправился на другое утро в коммерческую кофейню, через которую я получал в то время свою корреспонденцию. Ничего, однако, на мое имя не было получено. И я перестал уже об этом думать, когда на другой день, проходя мимо кофейни, я был остановлен хозяином ее, который передал мне открытое письмо, только что полученное на мое имя. Письмо было от редактора. И как почерк, так и расположение строк до малейшей подробности совпадали с моим видением. Вот другой случай. Однажды я играл на бильярде с одним французом, жившим в Тунисе. Сыграл одну партию, он извинился, что не может продолжать игры. Так как ожидает посещение доктора, которого он пригласил к своему семилетнему племяннику. Я спросил его, чем болен его племянник. Я не думаю отвечал, чтобы у моего племянника могла быть серьезная болезнь, но вчера с ним случилась очень странная галлюцинация. Ему показалось, что какая-то женщина стояла возле колыбели моей маленькой внучки, которая все месяц назад как родилась, и собиралась унести ее с собой, и стал звать на помощь, упрашивая нас, чтобы мы воспрепятствовали этой женщине унести его маленькую кузину. Это произвело на него такое сильное впечатление, что целую ночь и все сегодняшнее утро он сильно волновался и теперь чувствует себя очень слабым. На вопрос о внучке он ответил, что та совершенно здоровая, что с племянником его до этого случая никогда не было галлюцинации. Это заставило меня думать, не была ли эта галлюцинация предвещанием, но я это только подумал, но не сказал моему собеседнику. Всякий день я справлялся у него при встрече о здоровье его детей, и всякий раз получал от него в ответ, что они совершенно здоровы, так что его стало даже удивлять такое настойчивое любопытство. Прошло дней десять, я уже три дня не видел своего знакомого, как вдруг встречаю его на перекрестке двух улиц, причем опять задаю обычный вопрос о здоровье. Представьте себе, отвечает он, я потерял свою маленькую внучку, она в несколько часов умерла от крупа. Я не знал этого, отвечал я ему, но я сильно подозревал возможность такого события, после того, как вы рассказали мне о галлюцинации, которую имел ваш племянник. Просты ли это совпадения или нечто больше, я этого не знаю, но факты переданы совершенно верно. Приглашенный единодушно всем приходом, я принял в 1852 году пастырское место в Восточном Девоне. Однажды по просьбе одного из прихожан мистера я провести у него вечер, я отправился к нему в Вестхиль возле Оттерн. Была чудная майская погода, когда я шел по верхней дороге, направляясь к дому, занимаемому этим господином. И вдруг внимание мое остановилось на густой аллее Сикамор, ведущей красиво выстроенную ферму. Хотя я много раз проходил по этой местности, но когда никогда не намечал такой аллеи. Когда я остановился, издали рассматривая ферму, мне послушался голос, говоривший мне, иди туда и скажи, что я прикажу тебе. Пораженный неожиданностью, но нисколько не испуганный, я громко сказал, куда мне идти, я не знаю живущих в этом доме. Иди туда и выскажи то, что внушу тебе, ответил мой внутренний собеседник. Не колебясь, более я повернул к ферме, все время размышляя о том, как я объяснил свой приход. На мой несколько нерешительный стук молотком во входную дверь, она быстро распахнулась передо мною, и на пороге появилась высокого роста женщина с крупными, точно мужскими сертами лица. Она удивленно посмотрела на меня и на мой смиренный вопрос, не позволите ли вы мне почитать с вами слово Божие, резко ответила, хорошо, войдите, и отворила дверь, ведущую скромно, но чисто меблированную гостиную. Садитесь, сказала она, сама же продолжала стоять передо мной, и на мое замечание, почему она тоже не сядет, ответила, нет, я лучше постою. Открыв Евангелие на 14 главе от Иоанна, я начал читать, да не смущается сердце ваше, и далее, как вдруг женщина прервала меня, остановитесь, Господь прислал вас, я ранее видела вас, неужели, я не помню, чтобы когда-нибудь встречал вас, я и не думаю, чтобы вы меня видели, но я видела вас прошедшей ночью в моей спальне, я же видеть не могли, я никогда прежде не был в этом доме, горячо возразил я, вы меня не понимаете, вы не знаете, кто я такая, я самая презренная тварь во всем мире, я выгнал свою единственную дочь из дома за то, что она верующая и желает присутствовать на религиозных собраниях мистера Е, я ненавидела религии и считала всех поющих религиозных гимн лицемерами, да, я ее выгнала, а мистер Е послал за ней и дал ей убежище в своем доме, после того, как это дошло до меня, слабый луч света просветил мою ожесточенную душу, я надеялась увидеть бедную девочку сегодня вечером у мистера Е, но, продолжала женщина, я все-таки мать и люблю мою дочь, и вот прошедшим вечером я стала думать о ней, раскаиваясь в своей поспешности, я поняла, что я злая дурная женщина, наконец я пошла в свою спальню и, преклонив колени около кровати, стала молиться о прощении, но небо оставалось глухо к моей молитве, я чувствовал, что Господь не услышит такую испорченную тварь, как я, удрученная горем, я встала на ноги и, бросившись на постель, уснула тревожным сном, и вот мне приснилось, что ко мне пришел ангел, у него было ваше лицо, я точно же узнал о вас, ангел сказал, да не смущается сердце ваше и, да не устрашается, слова, которые вы сейчас прочли мне, проснувшись, я почувствовал себя утешенной, вы, конечно, нашли меня очень резкой, когда я встретил о вас у двери, а я была только поражена удивлением, да, Господь послал вас, и я так же, думаю, ответил я ей, и рассказал, как слышал голос, который считаю голосом свыше, несяете ли вы, чтобы я мог докончить чтение нашей главы, а потом мы вместе помолимся, когда по окончании молитвы мы поднялись с коленей, лицо ее было в слезах, я постарался ее успокоить, и потом сказал, я иду к мистеру ей, и, вероятно, увижу вашу дочь, не сказать ли мне ей, чтобы она вернулась домой, да, пожалуйста, будьте так, добы, скажите ей, что ее бедная мать тоже ищет своего спасителя, на следующей неделе я уехал из той местности и несколько лет не мог узнать о последствиях этой странной истории, но однажды летом, когда я гостил в Довере, я узнал в жене досточтимого барона Гарта, пастора Сионской часовни, дочь мистера Е, и спросил ее о миссис Принц, той особи, о которой идет мой рассказ, о, ответила миссис Гарт, она сделалась самой серьезной и глубоко верующей христианкой, она состоит членом конгрегационной церкви в Весгиле и щедро поддерживает ее своими средствами. Лето 1885 года, сообщает господин Теннисон, мы провели близ Бармута в небольшом местечке Фрайок в пансионе госпожи Джонс. 18 августа мы, то есть моя жена, дочь, сын и наша знакомая мисс Грин, отправились на вершину Кадар Идрис. На обратном пути мы каким-то образом заблудились и прежде чем выбраться на настоящую дорогу, довольно долго проблуждали по склону горы. Когда мы наконец попали на проезжую дорогу, солнце успело уже сесть, и на небо зашел полный яркий месяц. Вечер был тихий, теплый и такой ясный, что мы могли видеть всю окрестность, как среди белого дня. Мы шли, разделившись на две партии. Впереди шла миссис Грин с моими детьми, а я и жена следовали за ними на расстоянии нескольких аршин. На крутом повороте дороги мы на минуту потеряли их издвизу, а когда они снова показались перед нами, то мы увидели, что с ними идут двое мужчин в крестьянской одежде, похожей на пастухов. Я обрадовался этой встрече, тем более, что мы проблуждали несколько миль, не встретив ни одной живой души, а тут эти пастухи могли указать нам кратчайшую дорогу в райок. Зная, что скоро будет поворот с большой дороги на проселочную, мы не нагоняли наших, уверенные в том, что они сами подождут нас на повороте. В течение более чем получалось, дети с мисс Грин и двумя пастухами шли впереди нас и на наших глазах. Вдруг легкий поворот дороги, и дети исчезают из наших глаз. Через минуту мы увидели их снова, но пастухов с ними больше не было. Прибавив шагу, мы догнали детей и спросили, кто были их спутники и в какую сторону они направились. Каков же был наш испуг, когда мисс Грин и дети изумленно отвечали нам, что они все время шли одни, что никто к ним не подходил, что вообще во всю дорогу они не видели и не слышали ничего особенного.